Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал Антега Сибирь, и сегодня у нас на очереди стандарт. И я хочу вам представить одну из колод, которая сейчас очень популярна в арене, но не очень популярна на профессиональной, как бы сказать, арене, на профессиональной сцене. Это Морду Сакрафайс, в том виде, в котором у нас он сегодня, собственно, и будет. Морду Сакрафайс, давайте посмотрим, что за колода. То есть тут много того, что мы можем жертвовать и что мы хотим жертвовать ради тех выгод, которые мы можем получить в дальнейшем. Скажем так, колоды действительно очень бодрые, очень агрессивные, показывают себя с неплохой стороны. Давайте смотреть. Итак, естественно, четыре глаза пыря, задумано один с полетом, когда он умирает, мы выучиваем урок. Все просто, да, оттянем себе карточку с сайтборда. Далее, у нас тут три копии деревенских обрядов за одну манку, качество, понятие в том, если жертвуем существо и дробуем две карты. Четыре зазубренных скорпиона за одну ману один-два. Когда он умирает, то мы дрейнем два хита с оппонента. Четыре шепчущих отряда. Не знают, почему ими играют, так-то дедоклист практически не изменен. Ну, посмотрим, да, за одну ману один-два, за две маны мы ищем такого же в колоде и кладем в игру затапанным и шафлимся. Далее у нас четыре копии, собственно, забрать первенца, которая позволяет нам тырить мелких крич-оппонентов для нашей выгоды. Для сакрифайса. Три окунуться за вредные, за две маны. В качестве дополнительной стоимости мы можем пожертвовать любое количество существ, при этом скопировать его столько же раз, сколько существ мы пожертвовали. За две маны мы берем карточку и теряем хит. Вот так вот, такая вот мощная дровля для такой колоды. Четыре запретной дружбы. За две маны мы создаем две кричи, человека и динозавра. Причем динозавр у нас хостой и может сразу идти в атаку. Это запрещенная дружба. Что они там запретного делают, не знаю. Четыре бастиона воспоминают за три маны, чарка. Ставим вместе с другом один-один, человеком-солдатом. И каждый раз, когда существо по нашим контролям умирает, мы получаем жизнь, а оппонент теряет жизнь. Две копии ведьмы с сосаковой топи. За три маны три-два с угрозой, с оберегом. Оппонент должен заплатить три маны, чтобы поторгетить ее. Чародейство. Так. Да, любая церковная способность, чтобы поторгетить. Чародейство. Каждый раз, когда мы разыгрываем инстант или сорцери, то мы создаем себе один-один вредителя. Который, когда удохнет, то генит нам хит. Две копии экстуса, повелителя Орика. Он же пробуждение аватара крови. Экстус что делает? За четыре маны два четыре с дабл-страйком и с чародейством. Каждый раз, когда мы разыграем или копируем динозаконание или законание волшебства, мы возвращаем целую карту, не являющуюся легендарным совестом в нашем кладбище, в нашу ручку. А пробуждение крови за восемь маны, но стоит на две маны дешевле. За каждое существо, которое мы можем пожертвовать в качестве дополнительной уплаты его моностоимости. Мы создаем фишку 3.6. Черная и красная аватара с ускорением. И способностью, когда он атакует, он наносит три повреждения каждому игроку. А оппонент при этом должен пожертвовать существо. Вот. И четыре со стенами скальдов, потому что дека очень такая быстрая, у него очень много маленьких дропов, и она очень может быстро раскачивать своих крич, плюс это дополнительные, дополнительные карты стопа, которые мы можем разыгрывать. Это очень-очень-очень круто. И 22 земли. Что касаемо сайдборда, да, дека с сайдборда, мы будем сегодня тоже ее тестить с сайдбордом. В сайдборде у нас четыре дюресса. Да, целый оппонент показывает свою ручку, мы убираем из нее карту, не являющуюся существом или землей, и тот игрок сбрасывает эту карту, это против контроля, против всяких врасов, против всяких зачисток. Драка красных колпаков. В количестве две, да, две копии. Наносит четыре повреждения существу, если вы контролируете при этом красный перманент, по-моему, да? А, если наносится повреждение красному перманенту, то мы не жертвуем землю, если не красным, то жертвуем. А, две копии окровской войны, мы берем под контроль на два хода, получается, кричу оппонента, ну и там кое-что еще делают, там, существа оппонента должны ходить в атаку и наносят потом себе в конце повреждения, сами себе раны своей силе, то есть такой масс-ремувальщик, но в основном это для того, чтобы мы могли, я так понимаю, забрать любое существо под свой контроль на два хода. А, дальше, две копии бессердечных геяний, ремовал, дополнительные две кроксы, некротическое испарение, за три маны в качестве дополнительной стоимости мы изгоняем существо под нашим контролем, и изгоняем существо липлэнт сволкера. Одна копия с чистого листа за три маны, но все равно повреждение любой цели и уничтожить целевой артефакт, либо, либо то, либо то, и, собственно, призыв вредитель, застаем себе два поста. Вот такая, ребята, сегодня накладана на обзоре, очень интересная дечка, квадратненькая, но интересная. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии, в общем, поддерживайте канал, как только умеете, мне будет очень приятно, мне чем больше ваша поддержка, тем мне охотнее делать для вас какой-то контент. Давайте попробуем этой декой стартануть и сыграть, ну, собственно, в БО-3 до двух побед. Бест оф три, да, лучший из трех игр. Вот. Что еще могу сказать, пока ищется игра? То, что у меня есть группа ВК, она очень активно развивается, и вы тоже можете туда добавиться, мне будет очень приятно, мне можно там заказывать колоды, писать, общаться, какие-то свои идеи скидывать. Мне будет очень интересно с вами пообщаться. Так, выбираем рейтинг на традиционный стандарт, выбираем Marthus Sacrifice, и погнали играть. Будем пробовать. Честно, я эту дечку не успел много потестить, но мне просто нужно вообще вам контент записать. Вот, ну, я в принципе могу любой декой играть, мне какую не дай, я знаю, что с ней делать. Поэтому главное, чтобы была понятна вообще идея. А там уже разберемся по ходу. Одна-две игры, и все, и можно уже смело идти на турнир, скажем так. По-моему, оппонента мы нашли, да. Будет первая игра. Посмотрим, посмотрим, что там будет, и что мы сможем против этого сделать. Будем говорить против Corolla 82. Окей, Corolla. Погнали. Да, конечно, хочу сделать первый ход. Так, а что у нас только одна земля? Ладно, давайте попробуем. В принципе, так можно что-то одну землю собирать. Вообще, конечно, да, 22 земли в колоде маловато. Но тут и больших дропов, то есть, нет. Сильно уж много. Все, сплошь первые, вторые. Сылки по Борнику, окей. Все, пошел в атаку, покорник. Нет блоков. Да, шлюю в атаку. Так. Давайте. Может, я понимаю, чего поступил? Давайте передадим ход. Ставим блок по жертвам деревенскими обрядами. Пас. Пас. Давайте встанем в блок. Блок. До ферстрайка. Эти деревенские обряды. Тоже не очень хорошо для нас. Нет земли. Какая-то ерунда. Ой-ой-ой-ой. Много карт на уже подровали, а земли-то все нет и нету. Анак, да. Ну, пускай и нет блоков. На один я приму удар. Давайте еще глаза пырю в таком случае. И нет атак. И ходи. Еще не смотрите. Все пришли в атаку. Давайте встанем сюда в блок. Давайте встанем сюда в блок. Блоки. Берклифф, ну естественно. Я не сомневался. 14. Ладно. А даже на больше. Ладно. Давайте тогда следующую. Сайдборд. Все дела. Блин, да. Примерно чего было с моей стороны начать с одной маной. Очень понадеялся, что придет еще. Драку красных колпаков однозначно. Давайте. Деяние однозначно. Войну. В принципе тоже можно, если мы себе... Анакса пожертвуем, будет прикольно. Да. Так. Давайте тогда состязание уберем. Ведьмы уберем. Конечно, блокеры в классных делают. Но это не то, что нам нужно. Да. Шепчущий отряд. Допустим, один уберем. Ничего страшного. Обряды. 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 Классные. Хотя... Да. Обряды надо. Так. Хм. Так. 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 Все-таки, наверное, одну окровскую войну. Оставим. Уберем-то че. Че-че-че. Подождите-ка. Все-все нормально. Интересно, что за предупреждение? Не помню, что оно означает. Ладно, ребята, давайте. Давайте будем играть в следующую игру. Я надеюсь, что сейчас нам повезет, что прямо мощь, стила. Все. Мы соберем сейчас кулак и отыграемся за первую. Давай, земля. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Хотя хреново, но нормально. Ну, давайте, кип. Так, с этой мы красненькую положим, с этой черненькую. Давайте начнем с красненькой. С этой положим черненькую. Что нам нужно? Что нам нужно? Ой, ты беленькая подоспела. Беленькая подоспела. Это прекрасно. Давайте черненькая. И ход. Так. земель очка на вами кричу кричи давай на кричу нет не будет кричи ладно нету кричи ребята давайте тогда беленькая давайте бастион бастион это круто бастион будет нас выручать сейчас он нам много хитов погенит а так как оппонента будет два бастиона нас потом будет это будет еще лучше он такой думает на убить не кричи не убить да как бы хит ну наверное убить тут же такен данный убитоке все окей подвинили да да гигант к так у нас есть три забрать первенца и только одни обряды да друзья давайте наверно давайте наверно бастион все-таки писал как-то надежнее блокер нормальный чё чтобы нет собственно можно человек землю живет смотрим эту атаку надежно только с мороза все-таки да 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 и вот так наверное сначала подрянем конечно же любите богачей без проблем забрал в себе чё-то не будет забраться что нам надо ладно давайте трем поставим да давайте наверно все таки будет драка красных колпаков куда вопрос куда память гиганты да ну 2 хитapter че страшного так это вот эту плю ребята вот эту плю это драка красных колпаков же они что-то против вину так даже нормального еще интереснее теперь по крайней мере я знаю что мы можем а чего не можем тогда на жеребет интереснее чуть-чуть ремуальчик неплохой ремуальчик не что такое да мне кажется что у меня как будто тускло стало на экране не знаю может мне кажется конечно ерунда какая-то ладно ребят зарядку подключу телефон греется зарядкой и игра которая не по моему телефону как говорят wizard но нет нифига надо да надо отряд убивать шепчущий надо 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 мы еще не грабить покачи хорошо и какая-то еще ерунда ладно да все пошли в атаку на 4 нет блоков от однозначно но если нет так отлично 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 теперь давайте все таки наверно забрать первенцы вот сюда давайте наверно все таки запретную дружбу сыграем да да все таки в атаку сходим далее атака все что стырили у него там чувствует а хоть земельечку ну ладно давай на 4 бро давайте деревенские обряды теперь пожертвуем подтвердить чуть-чуть подробно неплохое отлично отлично это шикарно давайте скорпеж давайте ход сейчас мы просто можем вот просто в наглую ходить вот так в наглую ходить вот так и и дрянь и дрянь и дрянь и дрянь еще себе грабителя заберем да еще грабитель с проблем вообще без проблем абсолютно но он хочет этот амберклиф конечно же вот так вот сделаем амберклиф будет однозначно еще четыре хита себе погенем даже шесть и точку погенем сейчас ладно это не страшно это не страшно самом деле можем ли вы сейчас убить вопрос она нет может могут быть можем да можем или не можем смотрите подробуем самом деле и не помню лучше должен вот идут а он уже там дракон уже нет ну ладно она она так драка с драка есть на руке да тут мы можем убить кути кричу такую еще это не критично это не страшно так у далее атака сейчас смотрите мы можем убить этот ход да потому что мы можем драка и кулков твою да можем ну давайте тогда да давайте пожертвуем перманент а имени пожертвуем паренда из красный перманент все спасибо следующую закончили в игру причем 12 хитов у него амберклиф на стиле вот пришла земля земля и все сразу наладилось да все сразу стало интересненько между прочим это самая стоповая дека самая популярная стоповый дек и и больше всех играют больше всех на турнирах она светится именно так она и есть так что убрать что убрать что убрать может глаза пыря убрать там глаза пыря уберем все-таки вернем себе бастиончик бастион клёвый слишком клёвый чтобы его убирать вообще просто мировой чумовой и классный настоящий игрок отцов следующий грамм последние мы сейчас так и также зайдет как заходило до этого так две земли есть да и забрать первенцы есть бастион и запретная бружба есть драка давайте попробуем оставить пробуем оставить но парень мулиганец хорошо тем больше находит первым это общается замечательно нужно 4 мана будет но нету sacrifice это никакого это плохо это плохо но погнали давай первый дроп пулки поборник хорошо договорились это не самая тяжелая что может ожидать да в жизни давайте 3 ом и самое сложное что может ожидать в жизни да эти мельки больше нету да у хорошо для него так принципе не против чтобы он меня попорол этим поборником что страшно в этом нет абсолютно я так может сейчас убьет укусом мороза да ладно здесь мы сейчас бастион ставим следующий ход а ну все следующий ход поставим еще один бастион и там уже либо забрать либо драку в зависимости ситуации но факт остается фактом мы победили это замечательно это просто суперски давайте следующую собираем и следующую и ну и будет там счастье я думаю будет там красотулька да вот ну да ребятки без вашей поддержки не будет моего канала поэтому поэтому давайте помогайте мне чтобы я делал для вас ролики ставьте лайки подписывайтесь на канал кстати комментарии а если кто-то очень хочет помочь то всегда есть ссылочка на ссылочке на то как задонатить то есть можно на карту сбера можно через днашн алёртс все четко никуда все пойдет только на то чтобы сделать для вас контентик больше никуда вот давайте следующую давайте следующую я кстати ребята в красноярске если меня смотрите я возможно в четверг все чем у нас да ну как 10 вечером буду в клубе хочу поиграть модерн и может даже с клуба запишу для вас виду видео и вы посмотрите как у нас клубе а вся дела такое небольшое видео видео отчет идиотчетик так все сейчас будем ждать оппонента вима ходит первыми так подозреваю да он ходит первым у нас нихрена нет земли это мулиган какие-то проблемы здесь деки прямо с землями прямо не безбожные деки до обезбожные мулиганы проблемы давайте 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 трем уберем так ну и что стартуем со скорпиоши да там уже по факту давайте так черная скорпиоши ходи с вами можем скорпионом за 20 ходов убить это что-то жесть какая так и не бывает фальян окей обмен будет играть в дефенс он давать тогда вот трем не хочу ставить честно не хочу я наверно все-таки поставлю красную вот так я лучше подстеклю трем ради добора карты потому что ну как бы 4 земли кроме трем и так уже на руке кстати мы подровали землю мы убрали одну землю все равно подробовали землю ну что такое даже две земли подробовали две земли уже подробовали надеюсь больше мы земель дровать не будем по крайней мере ближайшие ходы что они нам просто ни к чему а секунду это будет чисто трем и которые мы будем циклить так что-то оппонент задумался что-то он это явно контроль это красно синий контроль то есть не стоит ничего удивляться давайте сходим просто в атаку далее атака на копейку так на копеечку давайте еще скорпиоши тогда в таком случае пытается там может быть какое-нибудь джварское вмешательство наносить на его манку доплатить даже если его поконтрят я как бы лучше его пусть поконтрят чем что-то другое мое мнение такое тем более что у нас есть две карты в деке которые мы можем реанимировать в ручку непосредственно или пусть убьет с проблем вообще с удовольствием это не вызывает у меня никаких сомнений абсолютно душа моя чиста ход ну поскориться надо поскориться обязательно да лучше поскориться чем дрова это мое мнение такое как бы даже если он уберет ненужную карту с декой не факт что ему снова не придет ненужная карта вот но если сейчас поставить гиганта то мы будем в шоколаде я вам скажу потому что мы тогда поставим добор и уже будем дроваться безбожно нет нет он решил ничего такого не ставить disappointed в атаку это расходим так у сходим сходили в атаку вопрос что он будут делать с этой атакой будет ли что делать с этой атакой ну и в прошлом ставить и думаю что это будет бастион а он не шупом решил побаунтить ладно вот такое вот у него решение давайте попробуем еще раз поставить ну и давайте наверно тропу на белое давайте наверно ход как бы он сейчас доберет карточку но не важно да потому что сейчас он поставь гиганта что патру подробно чью карту есть такое чувство ну и тогда мы они совсем они будут покасать трём хватит немного может не хватит давайте сейчас подумаем смотря что подробно если бы не подробно землю то поставим если не подробно то поставим трем и там уже будем отталкиваться от всего этого да конечно ты в четыре карточки в руке он явно хочет нас поконтрить ими но нам бы деревенские обряды мы могли бы допустим чем-то не стоит такой большой проблем до напитать гиганта вот я прямо чувствую сейчас вот гиганта нет наверное прозрение алрунда у него там ладно пас мой ход так есть черненькая хорошо это черную давайте так атака далее есть контакт давайте бастер хочу натяжка будет тяжко тут четыре дюресса нам не помешают однозначно бастер он срезовывался это замечательно прекрасно давайте конец хода в эти конец хода сейчас будет фея и следующий ход здесь подпускается или подробуется все окей сейчас будет прозрение алрунда смотрите я вангую скорее всего так и будет а то пришел убрать хитрец какой может нам земля ему нужно может это другое да он скорее всего пожертвует прозрение алрунда сыграет на 3 потом на 5 ну это 8 дамага у нас 22 хита не знаю не думаю что это так критично сейчас ребят мне позвонили и запись прервалась ну вот он вот он прозрение вот он прозрение ну и чё окей это не так страшно это как бы бонусная земля на самом-то деле практически всегда но не факт но не факт окей томик да фолиант да земля да атака на прошлом ходу не сгибил атаку а он же в конце моего хода играл но все равно так у нас есть глазопырь это неплохо давайте на нас ходим в атаку еще ходим в атаку глазопырь неплохо далее далее давайте попробуем в глаза пыря поставить может быть его поконтрить хорошо можно замеречка что поконтрить не поконтрить мне даже интересно смотрите-ка окей в это состязание скальдов поставим он должен быть некое преимущество в следующем ходу не факт конечно но по идее да подкрылся да подкрылся еще по-моему будет там земля или не будет подкрылся выгнали 4 верхней карточки вкус мороза окей плюс 3 нам минус 3 ему так шикарно сейчас было давайте глазопырь и ход что-то было так шикарно так по сути то у него две карты осталось и гиганты гигант нам не угроза вообще а вот эти две карты мы не знаем ну три карты допустим да он сейчас подробно с фарианта третью мы их не знаем но очень интересно нам какой-нибудь сакарфайс подробовать блин мы с этим забрать первенца сидим как лошары да сижу как лошара просто забрать первенца и блин не знаю что с ним когда и приметь конечно я просто могу забрать себе допустим этого летуна и пойти им в атаку как бравый солдат ну я не знаю братишка давай реши принимай решение у нас еще вторая третья игра впереди да решил всеми быть вот так окей на пять нет не всеми не всеми нет блоков ага ладно так окей начался наш ход и так у нас тут раз два три четыре пять шесть ман нам надо все все четко все четенько давайте зазубренный скорпион сюда жетон давайте глазопырь сюда жетон давайте глазопырь сюда жетон окей окей сделали токена класс давайте забрать первенца сюда жетон ой ну да забрать сюда жетон три три токенчик токенчик а вот теперь говорит подробуемся вот теперь блин хз да а я я я я я и че делать че делать так и че делать ладно такой ладно атака всеми ну че-то в районе восьми вкус мороза смотрите окей мне плюс два тебе минус два так чпок чпок на семь так конец земля земля атака а если смысл ну давай 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 братан решай что-нибудь как-нибудь что-то надо порешать тут по-любому не стал хоть вот так вот так все норм по сути можно просто убить его а а а а а а качество планетельной стоимости жертвам четыре существа просто четыре раз два три четыре раз два три четыре пока пока как те мои триггеров очки двенадцать штук забавно ну все так к следующей игре пожалуйста давайте перейдем к следующей партии так в принципе можно запросто играть дюресами да я думаю я думаю что дюресы нам помогут что они мне не нажимаются Раз, два, три Четыре Я думаю, что Кроксы нам помогут Я думаю, что Деяния нам помогут А что нам не поможет? Давайте все-таки шепчущий отряд Блин, он мне так не нравится, этот шепчущий отряд Я не знаю, зачем его отложили Что от него хотели Ведьма нам поможет однозначно Бастион Теперь можно один убрать пока Эксус оказался классный Соседание классное, но на одно меньше Так Забрать первенца пусть будет Шепчущий отряд Скорпионы просто шикарные Обряды, давайте одни уберем Глазопырь просто мировой Слушайте Давайте тоже один уберем В принципе, почему бы нет Собедная дружба Раз Два А давайте так И так попробуем Так, попробуем Сейчас там будет очень много масс ремовала Сейчас там будет очень много Контерспеллов И по минимуму всего остального Но Мы к этому Как никто другой Готовы Потому что у нас будет Очень много дискарта Шесть карт дискарта Просто вошло у нас в мейн Из сайтборда Это очень круто Это должно нам помочь Должно нам победить Про, крайней мере, всякие Ну, прозрение, конечно, не подискартишь Рано Потому что, блин, его все равно Отдадут, да? Чтобы Пашистман искать Это печаль Это плохо А в остальном В остальном, ничего так Какие-нибудь контерспеллы По-любому Да Однозначно Однозначно Ага Капютини, да? Это страшно Так, забрать первенца Есть Давайте глазопырь сразу Сразу глазопырь Прямо сразу Пыренок Так, земля Окей Хорошо Давайте атака Тебе, может быть, сначала Землю, конечно, поставить Ну, ладно, атака Так Давайте тогда Шепчущий отряд поставим И трём Хочу отряд Шепчущий Давайте трём Ход На самом деле Не факт, что Что-то есть на руке, да? Что может сыграть Просто Как бы Капютини Говорить А давай заодно Ману Перманент По которому Понятно Там что-то станут Ну, окей Шепчущий отряд Не очень страшно Сейчас Короче Поставим Шепчущий отряд И запретную дружбу Может, просто Шепчущий отряд Чтобы скопировать Его Да, наверное Так и сделаем Он По-любому Сейчас Играть Агрессивно Это кажется Хотя Не факт Хотя Не факт Давайте Атака Вот просто Тупо Атака Далее Так Ну, давайте Шепчущий отряд Хочу И, наверное, ход Ага Сказочий проход Да Угу Спас Подробно Сейчас возможен Массерный увал Так Пас Может быть И невозможен Ладно Давайте Активируем Способность Хочу вот эту Выбрать Ого И, наверное, все-таки Шепчущий отряд Неплохой Это кажется Дукаренко Подтупливает Так, окей Глазопырь есть Давайте тогда Гора Может быть Даже запрет на дружбу Собственно Почему бы нет Позвонили Ладно Да Разрешите Все Без проблем Значит Птичка В этот ход Не полетит Далее Атака В 7 На 3 Далее Есть Прямое попадание В яблочко Ну, уходи Ага Зарвал Да За красненькой Я так думаю Я так думаю Что за красненькой Угу Пас Ага Ладно Да Что же будет дальше Что-то он как-то это Не старается Убивать наших существ Мне это Малямс Напрягает Саму малость Че Да е-мое Друзья Е-мое Так Че он там взял Ага Ага Понятно Ну пас Ну голове Он не сыграет Сейчас никак Просто его уберет У-у-у-у! Прикольно. Может быть, наверно, так. Да? Да Ладно Далее Давайте тогда вот этот чувак Он с греба неплохо таскает полную Давайте триом Это три карты нам неизвестные И две вот этих вот Но они не страшны на самом-то деле Ага Такой думает, надо что-то поставить для блока И прикрепить к нему копье Опасно Ну ладно Опасно, но не факт, что опасно Так скажем И мы его не можем забрать себе Это плохо Ладно Ага Это плохо Так Окей Он только Ну мы можем поставить гиганты гостекрушителей Нет Снарядить сюда Ладно Этот ход мы не можем убить Как бы мы ни пытались Да Так Ладно Давайте в атаку Давайте Далее Атака в 7 На 6 Сейчас он убивает дракона Изгонять его точнее А6 Так Далее Ребята, извиняюсь Звонки, звонки Все звонки Так Теперь мы что делаем Ставим такого Глазопыря Да Делаем жесткий Сакрафайс Пожертвовать одного Жертвам этого Глазопыря Который затапан Возвращаем себе Две кричи В кладбище Одного Глазопыря И один Шепчущий отряд Ага Далее Две карточки Ищем себе Вот Так Уничтожить 3 артефакта В принципе Можно кстати Артефакт уничтожить Ну давайте Некротическую Эту ерунду Возьмем Неплохо Давайте Некротическая Фигня Изгоняем Существо Вот такое А вот Воришка, да, воришка нам нужен Спасибо за воришку Это шикарно Спасибо за гиганту Мы пишем о good game Потому что на этом все Потому что на этом все Потому что на этом Мы заканчиваем игру Да Абсолютно логичные поступки Но он ничего одного И забрать первенца Который мы сейчас играем сюда И у нас есть забрать первенца Который мы сейчас играем сюда Ребята, вот такая игра Такая колода По-моему суперски обалденная дека С ответами практически на все Мне она нравится Я ее вам рекомендую Поэтому присмотритесь к ней, пожалуйста, получше Я думаю, она вам тоже понравится С вами был как всегда Дима Канал МТГ Сибирь Спасибо вам большое, ребята, за просмотр За то, что вы смотрите За то, что вы поддерживаете Мне так это приятно Я от этого просто кайфую Мне вот хочется делать для вас ролики С того, что у вас становится больше Вы подписывайтесь на канал Комментируйте Спасибо вам большое за то, что вы у меня есть Ставьте ваши лайки Подписывайтесь Ставляйтесь на связи Не забывайте вступать в группу в ВК И писать мне Какие колоды вы бы хотели посмотреть Может быть даже с деклистами Может быть, чтобы я тестил ваши деклисты У меня, кстати, посмотрел в комментарии К одному из очень старых роликов Есть колода Которую человек просил затестить Блин, дружище Если ты меня смотришь до сих пор Извини, пожалуйста Я этого комментария не видел Я его видел буквально на прошлой неделе Не знаю, почему Он до меня не дошел вовремя И я не смог посмотреть И ответить тебе И собрать твою колоду Чтобы такого не повторилось Пишите в ВК Потому что, ну, что-то вот С уведомлениями случилось Не то И тогда просто До меня какие-то сообщения Ваши комментарии Не дошли Спасибо вам большое за просмотр С вами был Дима Канал МТГ Сибирь Всем удачи Пока И хороших ТАПДЕКов